Морским судам быть. 30 октября 1696 года Боярская дума по настоянию Петра I приняла решение о создании регулярного военно-морского флота страны. Сейчас он имеет надежную технику, корабли и крейсеры, подводные лодки и десантные суда. Честь страны защищают офицеры, а молодое поколение продолжают славные морские традиции. В дню основания флота в 29-й школе Белгорода посвятили праздник. На нем побывала Надежда Свиридова. Морским судам быть. 30 октября 1696 года считается датой основания российского военно-морского флота. С тех пор в стране развернулось военное кораблестроение. Сюда строились в Воронеже и Петербурге, на Ладоге и в Архангельске. Были созданы Азовский и Балтийский флоты, позже Тихоокеанский, Черноморский, Северный флоты и Каспийская флотилия. Русские моряки завоевали славу в географических открытиях, кругосветных путешествиях и боевых сражениях. У Гангута и на Неве победы, у Выборга, Грингама и Чесмы Россию принесли отцы и деды, балтийские герои-моряки. Традиции флота бережно хранят 29-й школе Белгорода имени Дмитрия Мурачева. Здесь открыт музей военно-морского флота страны, в котором более 2000 экспонатов. Они рассказывают о героях, регендарных победах, 300-летней истории флота. Эта экспозиция посвящена ветеранам военно-морского флота, нашим землякам. Здесь представлены краткие биографические сведения и личные вещи, переданные в Дар-музею. Сегодня в 29-й школе 23 кадетских класса. В программах обучения входят огневая, топографическая, инженерная подготовка и тактика действий военное время. Такие знания необходимы юным морпехам, считают преподаватели. Многие выпускники после окончания школы связывают свою жизнь с военным делом. Страха перед армией точно нет. Многие ребята действительно выбрали военный путь, Черноморский флот, наш выпускник там есть. В Питер сейчас поступили ребята, наши выпускники. Вот Кубинка приезжала, набирала военно-воздушный десант, наш кадет попал. В Рязанское училище ушел наш кадет. То есть МЧС очень хорошо идут наши ребята. Военная медицина, военная журналистика. То есть они выбирают профессии, где есть слово военный, где есть понятие служить родине. Военно-морскому делу учатся не только юноши, но и девушки. Причем они во многом опережают молодых людей. Мне очень нравятся строевые подготовки. Мы ездим в стир, ориентируемся по компасу, ориентируемся по солнцу. Когда я надеваю форму, я горжусь своей школой и своей страной. Дню основанию флота в школе посвятили праздник. Здесь постарались воссоздать времена Петровской эпохи. Рассказали о знаменитых военных моряках и адмиралах. Представили модели первых фрегатов, которые сделали своими руками. Он был построен отцом Петра I в 1667 году. Соревновали сборки и разборки автомата Калашникова. Каждый справлялся с заданием за пару минут. Демонстрировали и строевые приемы. Оценивали мастерство кадетов старшие наставники. Можно сказать, готовится достойно поколения, которые будут честно и добросовестно нести армейскую службу. Подобные праздники проходят здесь ежегодно. Их цель – повысить уровень военно-патриотического воспитания молодежи. А также рассказать о славных страницах и подвигах моряков, морских летчиков и пехотинцев. Надежда Свиридова, Александр Подубный. К этому часу Белгород.